К Александру Сорокину судьба была немилосердная. Еще в детстве ему и младшей сестре чудом удалось выжить в страшном пожаре, унесшем жизни его близких. Погибли родители и пять братьев и сестер. Ребята росли в детском доме. Александр прошел нелегкий путь от сироты, инвалида детства, выпускника школы-интерната до члена сборной команды России по лыжным гонкам среди спортсменов ЛИН, мастера спорта международного класса, вукратного чемпиона мира по лыжным гонкам в спорте ЛИН. Воля к победе и понимание, что жизнь не заканчивается, воспитали в нем спортивный характер и стремление к победе. Выкладывается на все 100%, даже после основной работы. Так говорят тренеры по лыжным гонкам за волжского ФОКа, где традиционно сильны традиции спортивных достижений. И Александр яркий тому пример. Поддержать, развить, приумножить достижения. Такое жизненное кредо его тренеров, наставников и по большому счету второй семьи. В конце 2020 года Заволжский ФОК выиграл грант на поддержку перспективного спортсмена. Александр получил возможность продолжить спортивную карьеру. В 2020 году по инициативе методиста нашего Заволжского ФОКа и тренерского состава в лице комиссара Алексея Сергеевича, комиссару Нины Николаевны, был подготовлен грант на получение спортивных снарядов и инвентаря для перспективных спортсменов. Нашему ФОКу было выделено деньги в сумме 284 тысяч рублей. После чего этот инвентарь будет получен. И, соответственно, Александр будет надеяться, будет у нас двигаться дальше и приносить золотые медали во благо нашего города, района и Нижегородской области. Хочется выразить благодарность Нижегород Оргнефтсинтез в выделении именно вот этих денежных средств в виде гранта на получение спортивного инвентаря для спортсмена высокого уровня, как бы Сорокина Александра Владимировича. Александр Владимирович у нас является двукратным чемпионом мира спорта ЛИН. Для достижения высоких результатов Александру был приобретен спортивный инвентарь, который ему нужен для достижения высоких результатов. Были приобретены лыжи, лыжи Фишер на высокого качества, палки, лыжи роллера, которые нужны ему для тренировочного процесса. И, как хочется, все раз добавить, что хочется выразить благодарность в выделении этого гранта. Ну, я уже попробовал ботинки новые классические. И все пока. Они уже удобные? Они удобные, да. Проект «Через терния звездам», разработанный коллективом Заволжского ФОКа, направлен на поддержку перспективного спортсмена и создание условий на ближайшие два года для участия в Паралимпийских играх в 2022 году. Не секрет, что оснащенность материально-технической базы Заволжского ФОКа оставляет желать лучшего. И участие в благотворительной программе Паула Койл и получение гранта стало хорошей возможностью обновления спортивного инвентаря и формы для перспективного спортсмена Александра Сорокина. Компания «Лукойл» ежегодно поддерживает множество социальных проектов. Социальные и благотворительные программы являются для компаний, составляющие корпоративные стратегии. Паула Койл оказывает в том числе адресную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Приобретение новых лыж, ботинок, лыжероллеров и палок для конькового и классического хода будут способствовать развитию спорта высоких достижений в Заволжье и позволят поднять имидж региона и благотворительного фонда Паула Койла. Планируете ли дальше свое будущее связывать с Лукойл? Да, конечно, я еще не добился своей цели, которую поставил перед собой. А какие еще цели у вас? Попасть на Пару Олимпиаду. Очень хочется поблагодарить компанию «Лукойл» и всех тех, кто участвовал в этом проекте. Субтитры подогнал «Симон»